Сегодня вторник, 26 апреля, и мы находимся в городе Доха, столице Катара. Это остановка Аль-Касар. То есть вот это вот всё и есть Аль-Касар. Что тут делать? Где люди? Их нет. Вот мы, получается, вчера в 6 утра сюда приехали, уже больше суток, и людей так и не видно. Конечно. Сначала думали, что просто рано утром, поэтому людей нет. Но вот сейчас уже 12-й час, и людей также по-прежнему нет. Вот эти вот дорожки построены для велосипедов и для людей. Ну, ни велосипедистов, ни людей мы ни вчера не видели, ни сегодня. И так муж говорит, да это же, говорит, просто деньги вбуханы, чтобы показать, у нас есть богато. Вот даже у нас есть эти самокаты. И так их поставили ровненько так, и по цвету. Два тут стоят зелёненьких, два тут жёлтеньких, два там синеньких. Ими никто не пользуется, никто никуда не едет. Ну, есть, всё в порядке. Интересно. Мы сейчас идём в Катару, это такая часть тут. Одна остановка, наверное, доедем всё-таки на парк Катара, да. Доедем на метро, вот это метро. Потому что 30 градусов на улице. Так-то не чувствуется. Во-первых, ветер, а во-вторых, нет солнца. Но солнце, вон оно, за облаками. И не только за облаками, но и за пылью. Сегодня вот утром проснулись, и вот эти вот дома, которые я должна была видеть, потому что вчера я их видела, уже увидеть было невозможно. Всё было за пыленой завесой, пылевой завесой такой. И сразу вспомнился Сенегал. Когда первый раз вот оказалась в такой местности, я думала, как будто дождь начинается, как будто грозовые тучи собираются. Казалось, сейчас, вот сейчас он уже и начнётся. Но не начинался. И потом я поняла, никаких грозовых туч, и дождь не собирается, а это просто-напросто пыль. И вот мы вчера не фотографии не смогли красивые сделать. Это всё вечером началось. Я читала у Олеси в блоге, что в Иордании пылевая буря. И здесь, видимо, тоже, может, пройдёт мимо, а может быть, и будет неизвестно. Но буду дальше рассказывать. Пока всё хорошо, всё тепло. Кстати, сегодня включила телевизор посмотреть, что показывают по катарскому телевидению. 13 каналов пощёлкало. Из 13 каналов ни одной не было информации про Россию или про спецоперацию. То есть это для них, я так поняла, далеко. О чём они говорили на своих каналах? Повторяющаяся информация была про то, что в Китае снова вспышка COVID-19. О том, что Илон Маск купил Twitter. Катар тоже на трёх или на четырёх каналах говорилось. Это им интересно, а остальное, видимо, нет. Вот так. Всем привет из Дохи. Катар.